Где бумаги, по которым они приступили? Вот ухвала. Значит. Постановление Запорожского суда об изъятии документов и компьютеров. Они приехали, вырвались. Часть тех, кто объяснил, что они могут ухвали. На обладание, в следующем случае, вот, если, тогда ты должен направить общику за адресы, общую, да, правильно, сметовывать шуканье и вылучшение оригинальных копий первых пенасов в Господарске добывал этих документов за период цех руки, да выображает факт подстачи до горихи, в уловских, а саме договори в вот этих журнале, вхидного инструктажа, техники безопасности, книги, платежных доручек, грошовых чеков, наказов, документов, да, инших документов. Тут только про документы. Естественно. Инших первых пенасов в Господарске документы, якобы отражают факт придбания до поставки горихи. А какой-нибудь другой документ они предъявляли? Вот ухвала и все. И дальше был составлен протокол, только когда нам дали эти документы, когда мы вызвали милицию. Так. Вообще не хотели не разговаривать ни с собственником, ни с адвокатом, ни с кем. А кто их начальник? Ну, они уже, наверное, спрятались, сидят по машинам там. Из Запорожья 20 человек спецназа приехало сюда. Так. И что они сейчас делают? Блокируют. Ну, вот работники коллектива стали, не пускают вывезти. А это те, которые спецназ стоят у машины? Вот, в масках вот, видите, ходят. Из Запорожья приехали. А что они в масках? Ну, вот здесь вот. Так, все, я скажу. Так. Ломились опять на предприятие без всяких документов и начали вывозить товар. Машины кто привез? Это есть машины? Второй раз. То есть второй раз по одному постановлению, второй день подряд заходят в гости. Да. По нарушению УПК. Лимоя. Коллектив стал, не пускают индейка. Какие следственные действия сегодня? Следственные действия мы уже закончили. А что вы делаете? Почему этот груз загружен и куда-то груз? На данный груз определением Орженикидзевского районного суда города Запорожья наложен арест. Сегодня, 13 апреля. Покажите, где был документ на логах. Определение будет на руках. В письменном виде у нас завтра. Когда? Завтра. Что значит завтра? А сегодня вывозите? Сегодня суд вывез определение. Подождите, вы вчера же, по-моему, загрузили, нет? Мы вчера загрузили. Вчера загрузили. Если вчера не было определения вывезти что-то арест, почему вчера загрузили? Погрузка и транспортировка началась вчера. Почему? Продолжилась сегодня. Почему? Потому что нам препятствовали. Что значит препятствовать? У вас не было бы мазалов. Нам препятствовали. Конечно, вам препятствовали, потому что вы пришли и крадете грузу людей. Это называется кража. Я тоже юрист. На языке уголовного кодекса это называется кража, извините. Почему вы вчера пришли? Кто вы такие? Что пришли вчера, взяли груз без всякого документа, без всякого разрешения. Кто вы такие? Мы представители. Нет, вы не представители. Вы явно украли вчера груз. у вас есть документ или нет по которым вы могли взять груз принадлежащий частным компаниям фирма загрузите куда-то власти покажите документ покажите тут написано что вы могли загрузить и вывести соответствии с главой 16 криминально-процессовного кодекса тем же соувеличено майно значит в случае если майно яке вилучено з оббігу тобто є підозра що на нього немає наприклад документів именно це майно то слідчий має право в ході обшуку це майно вилучить до вирішення судом справи документы вы что сказали вы сказали отправляйте старшому следственной оперативной группе так как вы сказали какой может быть состязання вы пришли с оружием спецназом запорожскими и захватили товар при людям и куда-то увозить какое состязання на товар на товар на товар документів немає до сих пир немає на товар давай колектив положение на землю нагло начали розжит роботик на землю документів на цей товар немає до сих пир у нас таблиця документів немає відповідна папка с договарами мы им дали копію они кажуть нам не надо отправляйте в Запорожню это не те документы это не документ это не документ Вот это тот неходяй. Вчера на камеры просили показать удостоверение. Он говорит, я следователь, за удостоверением обращайтесь в службу. Без пресс-службы я вам ничего показывать не буду. Почему вы вчера? Вы покажите удостоверение свое, работник правоохранительного органа. Покажите. У нас с вами телерепортеры. О, ура, ребята, у нас прогресс. Мы со вчерашнего дня наконец-то увидели удостоверение. Я не вижу документа на основе чего он сейчас забирает этот груз. Я не вижу основания этого. У вас нет документов. У этих людей груз, которые допили, за которые платили. Люди этого выращивали. И они это им принадлежит. Вы вчера заявились. Забрали груз. Без надлога документа. Мы сейчас это не понимаем. Мы сейчас, что это протокол, составили протокол, что вы забрали груз? Не привлечь дар никого. В протоколе мы не забрали его груз. Обведали его на ответственное хранение. До решения суда. Сегодня уже решение суда получено. В каком документе написано? Орджоникизовский район институт. В сегодняшнем числе. Еще раз говорю. А во сколько суток был? Мы еще не успели получить. Он едет по почте. Какое время? Солдтра утра. Когда придет, тогда заберите. Мы не можем, потому что мы... А на основе чего? Вы крадете груз? Я говорю, крадем. Это называется захват чужого имущества. Это вчера было. Временность ята мэр. Где было? Часово выучено война. Покажите, на основе какой статьи вы взяли время на имущество. Я извиняюсь, а кому я буду возвращать документы? Нет, он никому не принадлежит. Кому она принадлежит? А фирма, которая берет на хранение, они определили. Кому она принадлежит груз, скажите. Кто это? Куда они будут на хранение, скажите? Все от него открещутся от груза. Никто не открещивает. От кому? Кому? Где собственно? Где покажите нам собственно? Покажите нам документы. Покажите нам документы на товар. Мы предоставили... Откуда товар? Покажите нам документы. У нас фирма делает это на хранение. Но человек... Мы сейчас целый день говорили. Никто меня... Вчера меня никто не пустил. Я вчера стоялся с 10 утра до 11 вечера. Никто меня не пустил. Даже не сказал, в чем дело. Пока мы не приехали... А почему вы с вами не встали никого? Ты пизди! Чизок, ты знаешь? Звонили вам. Понимаете? Я так считаю... Во-первых, вот этот такой крышка фирма не у вас... Директор этого предприятия, которому решили дать на ответ хранение, судья в Запорожье, был назначен в субботу 9 апреля. И он прописан в Крыму. Что это за человек? Нам удалось с ним связаться по телефону. Он вначале сказал, что он не понимает, о чем идет речь. А потом перестал брать трубу. Вот они в протоколе здесь указывают название этого предприятия, кому они якобы уже передали груз. Сейчас, секундочку. Вот. Предприятие ТОВ А27. Вот, передано. А вот он этот груз. Я готов еще вам показать документы о том, что действительно этот груз передан. Вот, есть так и прямо передача, такой же изымался. То есть данный хранитель действительно существует. Он легальный. Есть у меня уставные документы. Если есть сомнения, могу сейчас продемонстрировать. Пожалуйста, на один вопрос. Почему вы вчера нанимали за наличные деньги грузчиков, причем один из них был несовершеннолетним. И грузил эти орехи до полдвенадцатого вечера? Во-первых, у нас, если он должен быть совершенно летний, у нас груз не совершенно летний, он несовершеннолетний. Ага, а наличные, наличные... Бесплатно работали? У нас есть оперативный сотрудник. Это оперативный сотрудник учировал грузить? Конечно. Нет, 17-летний. 13-летний или 17-летний. 15-летний. Подожди, есть видео? Покажите мне этих оперативных сотрудников. А вчера чего поломали камеру вообще? Им сказали, что нельзя нас снимать, они сами снимают нас. А эти люди дежурные, которые... Вы извините, но у меня нет... Чтобы люди не могли нормально покупать орехи и продавать нормально, вы потом, ваши начальники в СБУ, в дологах вымогают у этих с каждой фуры 10 тысяч, 12 тысяч. Сколько вчера вымогают у человека здесь? 40 тысяч. Скажи, скажи. 40 тысяч в России. Кто вымогает? Не знаю, пришел в кепку и просил деньги. Ну, это... Как вы удивились, да? Как же это так? Прошел в кепку. Пришел в кепку. Это голосовное заявление. Заявление. Это не было не ссорок тысяч. Сделал. Значит, никто не сказал, что вы помогали. Кто подал заявление? В отношении кого? Объясни, пожалуйста. Человек подошел. Для решения этого вопроса нужно 40 тысяч. Я отказался. А кто? Какой человек? Тот, которых вы наняли в спортивных костюмах, мальчики и в кепках. Идем показать? Мальчиков, показать, которых вы наняли? Идем. Вот так он мне показал. Покажите. Это оперативный работник ваш? Нет. Вот там они стоят. Ладно, покажите. Что-то не убежали. Все такие бандиты. А я у тебя утратил. Все, все, руки-ноги убегайте. С оперативникой просто накачались и пришли, что говорят, что кого-то здесь обиделись. Так, что-то. Вы задевайте грабежом, извините. Где лордки бэнс? Здесь, здесь. Вот, проверите. У них такой вот грабители. Кого вы грозите? Вы любите это? Вот, 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 вот. Вы здесь два дня уже стоите. Мы два дня стоим. Я только сегодня сюда приеду. Вот, вот, вот. Это вчера. Это сегодня же. И так, сейчас. Проверьте документы. Установите личность этих бритоголовых и полубриток докачанных парней, которых привели наши доблестные оперы. Которые окончательно слились с преступниками в этой стране. Куда он идет? Приведите его сюда. Они еще с оружием. Объясните, что если уехали, у оружие есть или нет? Есть оружие, есть машина, покажи. Покажи машину БМВ. Погвозь, не ты. Давай. Машину, машину, машину. Покажите, машина, посмотрите. Давай. БМВ. Вот, вот, это тоже БМВ. Вот, посмотрите, вот, это тоже камера. Вот, да, я понял. Пошли. Где, где, следователь, доблестный копейк? Там, следователь. Следователь, позовите. Там тоже есть машина. Это камера черная, которая там стоит. Машина есть или оружие? Или нет? Посмотрите. Алло. Стуховку надо показать. Старчик, что-то по-близи подъезжай. Вот, вот. Просто можно поставить. Не убить тебе, просто открой. Смотрите, там, молодой. Просто открой, не убить. Смотрите, машину открыть не вопрос. Вот два разрешения. Могу показать, смотрите. Хорошо, вы пришли с оружием, между прочим. У меня с собой нет, у меня в машине. Хорошо, покажите оружие. Что вы меня забрали? Это мое разрешение. Это мое. Вот, смотри. Покажите оружие. Раз, разрешение. Нет, руки я ему. Вот, смотри. Не, 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 подождите, что я в руки забрали? Я вам показываю. Вот, вот. Подождите, подождите. Это правда. Не, ну мы показываем. Вот разрешение, мы же показываем. Ни-то ничего не умеет. Какого черта вы здесь? Молочь такая. Что-то не ему, а что-то не ему. Нас же орех, блядь. Это что происходит? Да у нас нет орехов. Я открою, покажу, что нет орехов. Если я открою, покажу, что там нет никакого ореха. Будут нам какие-то вопросы? Нет, ну так от чего вы кричите на меня? Пожалуйста, я вас прошу, останьте сотрудники милиции, я вам открою машину. Что что? А больше, смотрите, сколько народу, сейчас машину разорвут. Отойдите от машины. Этого не будет. Будет действовать, как все, как все. Но представители и депутаты... Я хочу еще. Нет, не знаю. Смотрите, свет, давайте. Я вам запишу. Вот это, что вы видите. Здесь светал. Все. Смотри оружие тут. Есть оружие? Вот оружие, вот. Вот оружие. Вот оружие. Вот что-то подходили, посмотрели, и видели, это, ближняя глава. Вот оружие, вот. Какие законы это умеют. Вот оружие, 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 они досмотрят оружие. Бандиты в леске. Подаматывай, да? Подаматывай? Нет. Толенка, что-то что-то. Все, давай, не проедем, не проедем. Иди, поставь на там пусть. Чебе-то, пацаны. Вот приводит, и с помощью преступников просто грабит людей среди бела дня. Это конец. Где следователь? Где следователь, который привел их к оперативной работе? Он со спецназом там стоит. Приведите следователь сюда. Сказали, это моя машина, сказал меня на стекло. Или убери, или взяли меня пастолет. Сказали, бери машину. Из пистолета? Нет, это моя машина. Я был здесь. Важали его пастолетом. Да, сказали, бери, это шоуфарлет. Я закрыл дорогу. Среждали вас. Кучу бандитов. Они сами бандиты. Они нам говорят, что мы фурганы. Эти бандиты угрожали. Вот они. Вот они. Вы с вами сидели в машине вместе с ними. Подождите, вы их не знаете? Они покушали вместе, сидели вместе. Кто эти люди вооруженные, которые говорят, что они просто граждане. Необычные, просто разделю в обыкновение. Ответьте, кто они такие? Вы не знаете. Не знаете? А как? Как и постребляют. Вы что, стоите? Меня и всех украинцев вообще. Что значит, вы не знаете? У нас есть люди, которые ходили по территории. Отойдите, ребята, не участвуйте в этом. Я вас не боюсь. Отойдите. Отойдите. Вы привезли бандитов сюда. Вы действовали как бандиты. Вы пришли как криминалы ночью, без всякой бумаги. Привезли детушек с обрезами. Забрали у людей груз. Вы есть бандит. Ты есть бандит. Вы есть бандит. Кто вас посел, тот тоже бандит. Вы просто часть моря вафии, которая прикрываетесь государственными документами. Но вы настоящий бандит. И вы бандит. И, к сожалению, используете этих ребят. Немедленно выгружайте в груз. Немедленно выгружайте в груз. Немедленно задавайте. Немедленно прекратите грабеж. Надо возбудить уголовное дело вот по этому субъекту. Поэтому снимайте их хорошо. Чтобы народ Украины знал героев их сволочей, которые их прислали. Снимите их хорошо. Потому что... Потому что... Потому что... Вы устроили тут вооруженный грабеж. С помощью пицушек, которых вы только что видели. Какой... Какой... И вы мне говорите, что вы их не знаете. Которые не граждане. Которые никто... Вы их не знаете. Вы... Вы... Вы лжете. Вы врете в глазах. И врете в глазах всем, которые я сейчас вас смотрю. Которые они не... Как вы... Подождите, дайте мне договорить. Как вы вообще смеете просто вот таким... Так... Как вы смеете просто так ими всем заниматься. Какие... Вы не знаете, кто они такие? Кого именно? У нас видео есть. А почему они ходили по территории? Которые с вами приехали. Я не понял, что все вместе стоили. Стоит, что вы вместе с фоткой. Которые все стоили. Я думаю, что мы должны открыть машину. Которые все стоили. Да. 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 Это человек не является орудием преступления. Да. 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 Вот посмотрите. Ни пломбы, ничего. Взяли бумажку и скотчем примотали. Мореховая мафия. Просто со своим владельцем Киева. Кто будет можно добавить? Дайте молотону. Откройте. Тебе водитель машина. Дайте молотону. Которые. Возили их машины под защитой спецназа. Они пришли, сплатили людям наличными. Драками начало уже. Что? Не надо. Кто там? Они уже драка. Возят куда? В каком-то типу, который проживает в Крыму. Который завтра исчезнет и груз исчезнет. Вот так действует Ореховая. Почему? Потому что выманивали вчера у человека, который владелец этого груза, 40 тысяч долларов. Вот вся история. Вся украинская налоговая служба во главе с Насировым. Клауны в настоящем человеке, который прикрывает в Крыму. Пусть у вас дети. С ним его поправить. Занимается вот этим делом. Ваши действия, действия одесской правоохранительницы? Я действовал по закону. У них нет документов на этот путь. Они просто украли грозы и увозят сейчас. Вы что, ребята? Просто они подумали, что правоохранительницы уже нет. И можно здесь чинить всякие беззакония. В принципе, одесская полиция остановила, да, сейчас? Одесская полиция остановила, посмотрела этих бандитов. Которых нет, которых почему-то есть документы нарушают. Вы видели, как они выглядят? А эти говорят, мы их не привозили. Хотя они вчера погружали этот грудь, испугали этих людей. Они привозят по Крыму. Там адрес Крыму. Они возьмут этот арест до Крыму. Что там в Крыму никто не знает. Какая база никто не знает. Маски убежали. Они убежали. Просто вы видите, что происходит? В стране беспредел. В стране абсолютный беспредел. Я обращаюсь ко всем, кто смотрит. Я обращаюсь... Уже задолбало, правда, обращаться на все уровни власти. Но в стране беспредел. Какие-то типы. Наняли спецназ официально. Наняли налоговиков. Привезли бандитов с собой. И обокрали людей. И потом они будут говорят, что Саакашвили оказывается не на правильной стороне. Извините, но вы видели, что происходит? Типа пришли без документов. Ага, у них нет документов на этот курс. Они сказали, что будет документ завтра, послезавтра по почте. Но то, почему они пришли, этот документ не дает им право. И они привезли с собой бандитов. Караул. Через два года после Байдана. О чем мы говорим вообще? Я вообще не могу. Караул. Ага. Караул. Наняли. АПЛОДИСМЕНТЫ Имея полномочия по законам Украины следить за исполнением, общей исполнением законности на территории области. Не тут не от законности идет.